Микс Ньюс. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. И не только мы продолжаем свою работу, но и депутаты Сейма. Внеочередное пленарное заседание продолжается. И после пяти часов началась очередная часть вот этого неочередного заседания. И у нас на прямой связи депутат Сейма, публицист Николай Кабанов. Николай, добрый день. Добрый день. Да, сегодня, я так понимаю, было довольно горячо в парламенте, как и вообще все последние пленарные заседания. Оппозиция, в том числе и представляемая тобой фракцией Согласия, поднимала вопрос о минимальном посоль попросту, чтобы хотя бы люди получали по 300 евро. Но, насколько я понимаю, эти предложения оппозиции были отклонены. Всего было внесено 22 предложения по базовому закону о мероприятиях, связанных с эпидемией COVID-19. Они касались самых разных аспектов, начиная от обязательного контроля репатриантов на коронавирус и заканчивая разрешением публичных мероприятий для людей, которые приезжают на них в автомобилях. Но ни одно, к сожалению, ни одно предложение оппозиции принято не было. Максимум 30 человек голосовало за. По некоторым позициям, однако, национальное объединение воздерживалось, поскольку были совсем вопиющие дебаты по поводу, предположим, школьного питания. В Латвии школьное питание не осуществляется сейчас, хотя деньги на него были выделены со финансирования государства. Ну и вот, поэтому были большие дебаты и также об отмене представительских расходов во время пандемии. Ну, как известно, сейчас никакие презентационные мероприятия не проводятся, а деньги, тем не менее, выделяются немалые для высших чиновников. Ну, видимо, националы тоже ведут свою игру и напрямую против не голосуют, они воздерживаются. Но, тем не менее, как бы основная линия правящих не идти ни на какие компромиссы с оппозицией, поэтому мы на одном вопросе вот уже, на одном вопросе повестки дня находимся уже пять часов. Вот все-таки, как тебе кажется, вот этот кризис или пандемия хоть каким-то образом улучшила атмосферу в парламенте? Я понимаю, что сейчас вы еще меньше контактируете друг с другом, потому что вот фракции разбили по девяти, по-моему, и залам парламента, но, тем не менее, вообще хоть какие-то признаки того, что есть диалог между правящими оппозициями, наметились или ничего не изменилось? Я хочу сказать, что все только утрировано, то есть те вещи, которые были раньше, ну, как тенденция, то есть невнимание, игнорирование, они сейчас только ухудшились, потому что с помощью дистанционного управления любого депутата можно заткнуть буквально в два счета. Вот сегодня, например, Гобзамс завел диалог с Мурницей, она его моментально выключила. Будь Гобзамс в зале пленарных заседаний, он бы там поднял бы бучу, а сейчас его просто... Отключили от эфира. Да. Ну и вообще, в принципе, у нас вот сохраняются корпоративные такие, дружеские отношения в комиссиях. Вот я работаю в комиссии по иностранным делам, сегодня у нас было заседание, причем оно было в режиме личного присутствия депутатов, но оно было закрытое, поэтому я не буду говорить о его сущности. Но, тем не менее, оно состоялось. И там были люди, и мы находились в одном помещении, и, в общем, нормально работали. Потом, вчера было заседание комиссии по гражданству, миграции, сплочению общества, касающейся, скажем, вопросов репатриации, вопросов пересечения границы, там много разных тем было, медицинских, правовых и т.д. И вот там мы работали в режиме видеоконференции. То есть каждый находился в своем кабинете и председатель в своем. И мы общались, еще и были генерал Пуец, начальник погранслужбы, представители Министерства иностранных дел, руководитель консульского отдела Япиня, рассказывал о том, как проходит репатриация, и что нужно делать людям. Ну и вот такая деловая, как бы нормальная работа. Но когда мы сходимся на пленарном заседании, там уже сразу же начинается партийное деление, и, в общем-то, ну абсолютно не конструктивный стиль. Абсолютно. Если мы говорим вот о деятельности правительства, я понимаю, что оппозиции всегда и свое мнение, но тем не менее, говоря о деятельности правительства, что устраивает, что возмущает, что не устраивает именно в этот кризисный период? Я хочу сказать, что я сейчас выражаю свое мнение как депутат, а не мнение партии. Я могу сказать, что, конечно, лучше что-то, чем ничего. И хотя бы по минимуму они, конечно, делают целую работу. Отдельные ведомства работают вообще выше всякой похвалы. Я имею в виду эпидемиологическую службу. Это департамент господина Перевозчикова. Но я бы разделял все-таки их и министерство госпожи Винтеля. Потому что, одно дело, люди, которые конкретно работают с ковидом, а другое дело, люди, которые сидят где-то в вышине и придумывают какие-то в адлине, как это у нас любит говорить. Да, основные поважения, да. Хочу сказать, что по данным на сегодня освоено примерно одна десятая процента тех денег, которые были зарезервированы на преодоление экономических последствий коронавируса. Одна десятая? Одна десятая процента. Это просто несерьезно. То есть, это 5 миллионов из 4 миллиардов. Посчитайте, да? То есть, это чуть больше одной песочной. И суть в чем? Суть в том, что правительство, оно само-само провоцирует в стране застой и дефляцию в экономике. Что такое дефляция? Это когда люди откладывают покупки на потом и думают, что будет еще дешевле. Вот. То есть, в данной ситуации как действует правительство? Они думают, что сейчас лучше не давать людям допустим 300 евро, а можно дать 180, и они за это в ножки поклонятся. То есть, они оттягивают выдачу этих денег. Я не знаю, что они с ними делают. Крутят их на финансовых рынках или что? Но вот судьба этих выделенных 4 миллиардов мне еще не дает покоя. Где деньги, Зин? Хочется спросить. Да. Хороший вопрос. Ну, может быть, не хотят их тратить. Еще оставляют на какой-то еще черный день. Заключается в том, что этот кризис нужно заливать деньгами, как это делают в той же Германии. Потому что партийство Берлина за несколько дней раздало больше миллиарда евро на больше, чем 100 тысяч заявок. Понимаете? То есть, вопрос в том, что было бы желание. А у нас в Министерстве экономики, как известно, возглавил недавно специалист по овощебазам господин Риттенбергс. Ну, не знаю, как у нас это все будет проходить. Пока не мейнафти на овощебазах, вроде бы, кризиса нет. Если мы чуть-чуть... Нет кризиса, конечно. Нет кризиса у нас. Все, что не касается защитных средств, в Латвии присутствует. В Латвии в дефиците маски, и цены на них совершенно безумные. Абсолютно. Я могу сказать, я честно, я не пользуюсь. Я не пользуюсь, потому что, ну, мое личное мнение, что, ну, если тебе суждено, то, значит, суждено. Потому что меня никто не гнал в эту профессию, которой я сейчас занимаюсь. Да, и риск, риск как бы должен присутствовать. Поэтому, если я буду как идиот, тут некоторые коллеги, ну, странно, они ходят в масках по парламенту. Ну, это их дело, конечно, но я считаю, что это достаточно смешно. Если мы говорим еще о политическом процессе, мы все знаем, что все-таки можно предполагать, что 29 августа внеочередные выборы в Рижскую Думу случатся. Все-таки вот твой взгляд, твой анализ, учитывая твой опыт и как журналист, и как политика, эти выборы будут какие-то особенные, будет с учетом пандемии какая-то особая повестка дня? Или все? Я хочу сказать, что, конечно, нужно большое уважение оказать вот этим трем чудакам, назовем их так, на букву Че, хотя другая буква напрашивается, во главе временной администрации, которые делают все, чтобы мотивировать людей идти на выборы. Они себя ведут как оккупационные богомистры в захваченном городе. Все, что можно, отменить или сломать, они это уже сделали. То есть, ну, коронкой просто стало вот это вот решение по билетам часовым. Ну, чем вам мешали часовые билеты вообще сан-транспорта, ребята? Я понимаю, они сняли льготы с пенсионеров, потому что пожилые люди имеют повышенный риск заражения. Окей. Они сняли льготы со школьников, потому что школьники должны сидеть дома и заниматься, не кататься в кафтанте. Зачем они с работающих людей сняли льготы по часовым билетам? Это абсурд. Дальше, потом какие-то непонятные движения по приватизации рига-сатексна. Какие-то тоже левые темы с Кауна-Стилтой. Они разрывали договор по строительству моста. Что теперь с мостом будет, я не знаю. Я езжу каждый день через Догловский. Никаких работ не ведется. Что будет дальше, непонятно. В общем, эти люди сознательно загоняют людей на избирательные участки. Я думаю, что такого отношения, как в Риге, к горожанам, по-моему, сейчас нет ни в одном городе. Ну, просто скотское отношение, на самом деле. Ну да, мы видим, что целый ряд других самоуправлений придумывают, и как помочь одной группе населения, и другой, и даже тем, кто в самоизоляции. В Риге есть назначенная администрация, которая ведет себя как временщики, как какие-то пришельцы просто. Да. Вот если мы говорим об обществе, все-таки тебе, не только как депутата, но и как-то на публицисту, и автору целого ряда таких вот исторических книг, все-таки твои наблюдения о том, как вот общество переживает этот процесс пандемии. Мне кажется, что те люди, которые заняты, глубоко погружены в свою профессиональную деятельность, они, у них нет времени, нет желания заниматься мазохизмом и впадать в истерию. А вот определенная часть общества, оно не только занимается, скажем так, теориями заговора, но оно ищет виновных вот во всем этом. Я тут недавно прочитал пост одной барышни, очень симпатичной, она написала в Фейсбуке такой комментарий. Еду в автобусе Нордека и водитель включил русскую песню. Как я ненавижу этих людей, вообще, как этот язык звучит, отвратительно. Но вы понимаете, то есть она куда-то едет, видимо, по Латвии, то есть ее везут еще в автобусе и вот песни не играй. Вот я и написал комментарий, вы сами не хотите стать водителем автобуса во время коронавируса. Но мне кажется, что нужно быть очень сдержанными именно в общении с теми людьми, которые работают сейчас в это время в магазинах, в каких-то других местах. бывает, что тоже не выдерживают нервы, да, и какие-то конфликтные ситуации возникают. Я стараюсь просто, заходя в какие-то места, скопления людей, быть на порядок более скромным и не высказывать свои запросы. Хотя, безусловно, ну, все мы люди, все мы человеки, и у людей возникают какие-то, может быть, эмоциональные реакции. Ну, нужно быть сдержанным сейчас. хотя, еще раз повторяю, что если человек до того вел себя определенным образом, то он существенно не поменялся. Да, поскольку, если мне память не изменяет, ты работаешь в комиссии по образованию. Нет, я в ней не работаю, я работаю вот в комиссии по жилью. По жилью, да. В комиссии по жилью я работаю, да, я думаю, что в ближайшие недели нашей подкомиссии придется собираться, потому что, ну, проблемы будут с квартплатой, да, проблемы будут с коммунальными платежами, но это то, люди начнут экономить в первую очередь. А так как у нас, как еще раз заметил, не клиента ориентированное руководство в городе Рига сейчас, то, возможно, будут и какие-то и судебные процессы и все остальное. То есть, здесь ситуация на многие месяцы окажется очень серьезной и критической. Я еще раз подтвержу, ну, повторю свое мнение, что не нужно сейчас говорить доктора, а когда я пойду опять гулять, да, сейчас ситуация не такая, ситуация будет длиться еще многие, многие месяцы. Платвия это маленькое государство Европейского Союза и достаточно включить Евроньюз, чтобы посмотреть, что в целом в Большом Евросоюзе ситуация остается крайне критической иной. Крайне, да. То, что происходит в больших европейских странах, это совсем никакое, даже не плато, там счет погибших в день идет на 500 и так далее, да, но... И Великобритания сейчас тоже ситуация ухудшается, как мы видим, да. Конечно. Но, тем не менее, тем не менее, я хочу отметить, что есть еще и свет в конце туннеля, в том, что из Латвии сейчас через латвийское агентство инвестиций и развития продолжают люди ехать в рабочие командировки, то есть на обслуживание каких-то объектов, на стройки. Ну, как вчера была озвучена эта статистика, но это порядка 500 человек за вот этот вот месяц коронакризиса выехало, организовано через промы и так далее. Вот все-таки я не зря упомянул образование, вот как ты оцениваешь ну, такую вот странную или какое-то хаотическое движение Министерства образования во главе с госпожой Шуплинской, то будут экзамены в 9 и 12, то будет только в 12, то и в 9 будут. Ну, то есть я совсем не завидую выпускникам школ, поскольку, ну, хаос такой невероятный. Мне трудно судить о выпускных классах, я просто как родитель, семиклассникам могу сказать, что, конечно, героические наши учителя и героические школьники делают, ну, просто титаническую работу, потому что, ну, просто в два раза больше тратится на то, чтобы грызть этот гранит науки. Постоянно какие-то сканируются, фотографируются работы, что-то высылается, сбои вечные в компьютерах, ну, вы понимаете, сколько одному учителю нужно обработать в день этих компьютерных имейлов, понимаете, то есть, ну, социальные сети, в общем, я стараюсь помочь, чем могу, да, ну, как бы, ребенку, да, да, единственная моя, в принципе, возможность им помогать, это не отсвечивать, это не находиться с ним дома, у нас, как бы, один интернет, да, и если там все включатся со своими устройствами, то я не думаю, что это будет хорошо, поэтому вот я и выхожу, и нахожусь не в доме. Да, вот на тот взгляд, как изменится вообще политическая ситуация в стране и общество после того, как мы, ну, рано или поздно выйдем из этого режима чрезвычайной ситуации, слухи разговора, конечно, разные, кто-то говорит о том, что это до конца мая, все-таки снимут чрезвычайную ситуацию в Латвии, кто-то говорит о том, что это затянется и на июнь, вот это другой вопрос, но вот твои ощущения. Давайте исходить из той ситуации, из той информации, которая у нас сейчас есть. Объективная информация такова, по крайней мере, сегодня пришла новость о том, что премьер Каринж вместе с премьерами Литвы, Сквернелесом и Эстонии Ратас собрали рабочую группу потому, чтобы сделать такой маленький прибалтийский шенген, чтобы мы, по крайней мере, могли бы от Клайпеда до Нарвы ездить в рамках своего пространства. Но, опять же, я говорю, это тоже вопрос месяцев, потому что у нас разная эпидемиологическая ситуация. В Латвии она самая лучшая из всех трех стран. Как мы будем это все дело улаживать, я не знаю. У нас нет до сих пор обязательного эпидемиологического контроля въезжающих в Латвию. Нет. Это все только за деньги. Вот сегодня было предложение оппозиции обеспечить обязательное, бесплатное обследование репатриантов и обязательное обследование работников тех или иных предприятий. Степаненко Юлия выступала за то, чтобы обеспечить обязательное обследование работников детсадов, которые еще работают. Понимаете? И ни на что на это не пошли. Вот 80 евро, пожалуйста. Ну, извините, пожалуйста, а сами, сами, когда несколько месяцев, несколько недель назад все депутаты Семья проходили обязательное обследование на COVID-19 и с нас денег не взяли за это. Понимаете? То есть привезли в палатку, взяли мазки и гуляй. Вот и все. То есть ситуация такая, что сейчас мы не можем говорить о эпидемиологическом будущем даже там ближайших двух-трех недель. Может быть, мы наоборот выйдем на какой-то пик. Я совершенно не уверен в этом. В Латвии сейчас двухзначная смертность уже, как вы заметили, наверное, да? В Латвии под 800 инфицированных. И поэтому я не говорю, что нужно начинать разговор на тему того, что будет потом. дай Бог, чтобы рижские выборы прошли. Но то, что Лига в Риге уже отменили, это такой определенный маркер нехороший. Уже не говоря о 9 мая, да? Ну, извините, если 9 мая отменили в самой Москве. Да, это понятно. Все-таки, учитывая то, что и писательское, настоящее, и прошлое, целый ряд исторических книг, правда, в основном посвященный, конечно, дипломатии, не, само собой, медицине. Но, тем не менее, что-то подобное вообще, вот, исходя из истории, тебе что-то на ум приходит, вот, нынешней ситуации, когда все сидят дома? Ну, вот просто из таких близких Латвии, близких Латвии случаев были в Латвии вспышки цепного тифа. И была, значит, карантинная введена ситуация, там, это было в Латвии, и было это в конце 41-го, 42-го года из-за того, что военнопленные массово находились там в лагерях, и начал распространяться цепной тиф. Но еще раз повторю, что такой ситуации, такой реакции никогда не было. Вопрос не в ужасе сегодняшней инфекции, а в реакции общества на нее. Мы находимся в обществе, которое абсолютно озабочено своей безопасностью. То есть жизнь человека является абсолютным мерилом, и все делается, по крайней мере, на словах, все делается для того, чтобы сохранить жизнь человека. И, исходя из этого, все наши восклицания в социальных сетях и тому подобное, вот, мы все очень боимся заболеть и умереть. И поэтому, исходя из этого, таковы наши все действия. Видимо, 50-70 лет назад мы просто по-другому жили и по-другому чувствовали. Я не говорю, что это хуже или лучше, но просто вот сейчас такое общество, у нас первичное наше, ну, как бы, наше бремное тело. Может быть, это правильно? Это как-то в природе человеческой, его сущность? Ну, а почему люди относились к болезням по-другому 70 лет назад, Абик Алексеевич? Ну, ведь отношение людей сейчас стало, по-моему, таким трепетным. Находите? Это есть, это правда. Это есть. Это называется какая-то идеосинкразия, по-моему, да, когда человек видит вообще везде опасности и так далее, и у него есть возможность всегда сообщить об этом обществу. Сейчас, с помощью социальных сетей, ты всегда можешь высказать свое экспертное мнение по поводу коронавируса и так далее. как один знакомый написал, что очень трудно экспертам по эпидемиологии за один день перехвалифицировать экспертов по нефти. Вот. А наоборот, пожалуйста, да? Ну, да, ну, я стараюсь не высказывать свое мнение вот по таким вещам. Я доверяю перевозчиков больше. Я тоже. Вот, может быть, такой последний вопрос. Вот, как изменится, не знаю, политический ландшафт? Изменится ли он? Потому что у меня создаётся такое ощущение, что многие, ну, по крайней мере, правящие политики или министры, они в душе надеются, что вот как они сейчас эффективно появляются на экране телевизора, проводят видеоконференции, пресс-конференции, ну, некоторые министры вообще не вылезают с экрана, они, вероятно, полагают, что вот это всё должны избиратели оценить. Как будет на самом деле? Как ты считаешь? Я хочу сказать, что опыт Илза Винкеля показывает, что частота появления в ящике, она увеличивает рейтинг узнаваемости. Но этот рейтинг не обязательно с положительным знаком. Если вы помните, то Илза даже не избралась в 13-й сейм. Да. А господин Кайнич даже не баллотировался на всякий случай. Нет, госпожа Винкеля находится сейчас в правительстве, не пройдя фильтр, выборов в парламент. Она была непопулярным политиком, будучи до этого министром благосостояния и так далее. Ситуация заключается в том, что у неё почему-то есть удивительная способность не вызывать эмпатию своим появлением. Вот уже сейчас в социальных сетях распространяются какие-то непонятные истории о закупках защитных средств. Ну, вы, наверное, слышали, да? Да. О том, что некоторые руководители отдельных ведомств при делах, что называется, да, что они участвовали в каких-то интересных комбинациях по поводу этих закупок. Я не буду говорить здесь ни за, ни против. То есть я здесь свечку не держал, но то, что такие вообще темы возникают, это значит, что, ну, к людям прилипло такой, ну, такой образ голубых воришек, назовём это так. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас лучше всего из этой ситуации выйдут те министры, которые меньше всего пиарятся. Вот, в частности, господин Герхард, министр, в самом начале сказал, вот, макарон у нас хватит на три года, и, пожалуйста, не волнуйтесь. И всё, и больше его нет в обычном пространстве. В магазин заходишь, пожалуйста, вот тебе макароны и гречка. Вот тебе греча, да, по 98 центов и так далее. То есть всё, что произведено крестьянами Латвии, мы употребим. И больше Герхард может не появляться, да, на экране? Абсолютно. Вот. Единственная проблема, конечно, в том, что многим менеджерам там по туризму придётся переквалифицироваться в какие-то, может быть, сельские специальности, да, но я говорю, что, ну, никогда нельзя загадывать, и, возможно, там и мне тоже придётся когда-то работать там в лесу, например, там, или на поле. То есть, ну, значит, такова жизнь. Вот, никто нам не сказал, что мы будем вечно заниматься теми специальностями, в которых мы привыкли, в которых нам комфортно. Да, жизнь приносит свои коррективы. может быть, такой последний вопрос. Вот, что всё-таки, на твой взгляд, должна сейчас, ну, твоё личное, я спрашиваю, ощущение, должна делать оппозиция в Сейме? Ну, мы видим, что машина для голосования работает. Как ты заметил очень точно, что те депутаты, выступления которых спикеру не нравятся, можно их выключить из эфира. Вот, тем не менее, что сейчас, это сплотит каким-то образом оппозицию, или каждая из оппозиционных сил пойдёт своим путём? Вот, твои ощущения. Моё мнение такое, что оппозиция в своих инициативах должна руководствоваться в первую очередь мнением специалистов, опираться на экспертные оценки и внимательно слушать самоуправление, потому что самоуправление в Латвии остались одним из немногих мест, где реально воплощается мнение народа. Пускай вреди сейчас самоуправления нет, но оно осталось в регионах, и пока что административно-территориальная реформа заглохла, но мы должны использовать это время, чтобы каким-то образом выслушать людей на местах. То есть, сотрудничество с самоуправлениями, сотрудничество с с самоуправлениями, ну что ж, спасибо большое, Николай Кабанов у нас был на прямой связи, депутат Сейма.